Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» в студии Ольги Лемайкина. Сегодня в выпуске. Новый крест засиял над городом. Главный христианский символ установлен на новый купол. Основной этап строительства Духовно-просветительского центра завершается. Тихая охота не такая уж тихая. За первые две недели октября грибами отравились уже пять астраханцев. Благословен труд любой на благо Родины Святой. На сцене Дома офицеров прошло тетрализованное представление к дню Ахтубинского района. И обо всем этом и не только подробнее. Председатель Думы Астраханской области 6-го созыва Игорь Мартынов принял участие в международном муниципальном форуме «Южный диалог», который в рамках культурной программы прошел в Астрахане. Основная цель мероприятия – обмен успешными проектами по устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных образований. Игорь Мартынов поделился своими впечатлениями о практической пользе события. Достаточно интересен опыт Калининградской области. Речь идет о социальном предпринимательстве. Тогда, когда люди оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, и государство выделяет им из местных бюджетов субсидии на осуществление этой деятельности. Интересен опыт ряда других регионов по субсидированию частных детских садов, когда деньги выделяются не только из федерального и регионального бюджета, но и из местных бюджетов. Я думаю, что мы все эти положительные практики, которые есть, обобщим, посмотрим, что можно применять на территории Астраханской области. В рамках первого дня форума Игорь Мартынов провел панельную сессию на тему «Системные драйверы муниципального развития». Обладая многолетним собственным опытом в этой сфере, спикер призвал муниципалитеты активнее привлекать инвестиции, так как в сегодняшних экономических условиях это, пожалуй, единственный генератор социально-экономического роста населенных пунктов. Говоря об эффективности государственного и муниципального управления, теме второго дня форума, председатель областной думы обозначил критерии устойчивого развития территорий. Муниципальное и государственное управление – это, конечно же, не бизнес. Здесь нельзя считать деньгами. Здесь, прежде всего, это отношение к людям, жителям того или иного региона. Но поскольку государство и муниципалитеты оказывают государственные и муниципальные услуги, соответственно, то все те деньги, которые тратятся из бюджета, а это, в первую очередь, деньги всех налогоплательщиков, конечно, надо рассматривать их с точки зрения показателей эффективности. Условно, сколько мы тратим на медицину, мы должны понимать, что люди получают за эти выделяемые деньги, сколько мы тратим на систему образования, не просто обязательно на систему дополнительного образования, какое количество детей занимается спортом. Вот, мне кажется, это такие показатели, которые говорят о том, правильно власть тратит деньги, в правильном направлении она действует. И вчера мы в том числе много говорили о том, что необходимо, конечно, ко всем этим процессам подключать общественность. Сегодня при принятии бюджета на 2017 год в обязательном порядке мы проведем общественное слушание, куда пригласим руководителей и представителей практически всех общественных организаций, куда смогут прийти простые жители, смогут посмотреть, насколько бюджет у нас социально направленный, он действительно имеет социальную направленность, и дать свою оценку, дать свои предложения, которые мы, безусловно, рассмотрим. Комитет Думы по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике рассмотрел изменения в региональное налоговое законодательство. Предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций, относящиеся к газораспределительным сетям. Речь идет о сетях, находящихся в региональном ведении и включенных в план приватизации. Содержать их затратно для бюджета. Одни торги уже не состоялись. Чтобы привлечь потенциального покупателя, разработчики законопроекта предлагают предоставить им такие налоговые преференции. По оценке регионального министерства, выпадающий доход до областного бюджета составит 28 миллионов рублей. Однако, по словам руководителя ведомства, вследствие сделки в областную казну планируется получить порядка 1 миллиарда рублей. Говоря о состоянии газораспределительных сетей, председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов заострил внимание на тех, что находятся в муниципальном ведении. Спикер предложил помочь муниципалитетам с подготовкой документации, необходимой для формирования лотов. Комитет рекомендовал Думе поддержать поправки. От региональных новостей перейдем к событиям, которые произошли на днях в районе. В городе завершается строительство домовой церкви Духовно-просветительского центра Ахтубинской епархии. В эти дни проводятся внешние отделочные работы здания. Самым значимым этапом в строительстве храмов является установка купола. И это событие произошло в воскресенье. Очевидцами незабываемого и, по сути, исторического момента стали десятки прихожан, а также наша съемочная группа. Утренняя служба в кафедральном соборе Владимирской иконы Божьей Матери завершилась. Однако прихожане не спешили покидать территорию подворья. Здесь уже все было готово к работам по подъему купола и креста на домовую церковь Духовно-просветительского центра Ахтубинской епархии. Освящение креста и купола состоялось двумя днями ранее по завершению крестного хода в честь покрова Пресвятой Богородицы. Мы традиционно сотрудничаем с компанией «Энергомашпром» в Волгодонске. Они же делали купол на часовне на крыле Икара и кровлю. Я благодарен. Купол построен, сооружен за счет добровольных пожертвований, добрых людей. Мы им очень благодарны, что они откликнулись на такой призыв. Достаточно все сейчас недешево. И нам очень радостно, что такие люди нашлись. Поэтому мы молимся за наших благотворителей, за всех благоустроителей нашего собора. Полюбоваться на купол вблизи, прикоснуться к нему – такая возможность была у любого желающего. Все с нетерпением ждали момента, когда отливающе золотом красавец купол взмует вверх и займет свое высокое место. Были времена, все делали вручную. Поглядывая на технику, переговаривались прихожане. Но Бог в таких делах всегда помогал. Раньше было все вручную. Леса строили, стали вручную верёками, затаскивали. И там все как-то… Ну тоже с Божьей помощью народ управлялся, сам делал все. На Бога надо всегда уповать и надеяться. Так что помоги Господи нам, чтобы все благополучно было. Перед началом столь важного дела был отслужен молебен, поучаствовать в котором епископ Антоний призвал и строителей монтажников. Их имена звучали во время молитвы, с которой владыка, обращаясь к Господу, просил благословить благие намерения. И вот настал тот момент, когда петля крепления легла на мощный крюк, и купол медленно и осторожно стал отрываться от земли. Очевидцы события старались запечатлеть происходящее при помощи телефонных видеокамер. Буквально несколько волнительных минут и задуманное свершилось. Следующим этапом было поднятие креста. Его следовало поднять еще выше, пришлось задействовать другую технику. На этих кадрах, сделанных уже утром следующего дня, видно, что монтаж конструкции произведен. Ведутся дополнительные работы. В Астраханской области все еще продолжается сезон охоты на грибы. Правда, тем, кто не успел, следует поспешить. Ведь если в конце октября среднесуточная температура воздуха опустится до 4-5 градусов тепла, и начнутся ночные заморозки, грибы закончатся. А пока бывалые грибники собирают в Волго-Ахтубинской пойме и займищи ведрами, а особо находчивые даже мешками, вешенки, грузди, волы и лисички, маслята, шампиньоны. Однако, отправляясь в лес, грибники рискуют своей жизнью. Первые случаи пищевых отравлений в Астраханской области уже зарегистрированы. У нас сегодня в гостях врач-терапевт терапевтического отделения Ахтубинской районной больницы Елена Николаевна Алабина. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Елена Николаевна, так какие грибы в Ахтубинском районе у нас ядовитые имеются? К ядовитым грибам в Астраханской области относятся энталомы ранние серые, рядовка белая и тигровая, свинушка тонкая, говорушки восковая беловатая, некоторые виды шампиньонов, но встречается также бледная поганка и красные мухоморы. Если человек, грибник, перепутал и нечаянно употребил в пищу, какие симптомы его будут ждать? Ну, надо действительно напомнить об опасности употребления грибов, потому что уже на данный момент, с начала октября, зафиксировано 5 случаев отравления грибами по Астраханской области только. Очень часто люди, собирающие грибы, не сильно хорошо разбираются в их разновидностях и могут спутать ядовитые грибы со съедобными. Очень страшный ядовитый гриб – это бледная поганка и ее родственницы. Четвертинки шляпки хватает, чтобы может вызвать смертельный исход при отравлении взрослого человека. Ее яд бледной поганки устойчив при термической обработке грибов и при их сушке. Это надо и учитывать. То есть, Елена Николаевна, правильно я поняла, многие у нас любят сами проверку делать в домашних условиях, допустим, бросить луковицу, если она потемнеет. Это все недостоверные методы, это все неправильно. Я же сказала, что яд бледной поганки, он даже при термической обработке гриба, он сохраняет свою активность. Симптомы отравления грибами наступают от 30 минут до 6-7 часов. В среднем это 1-2 часа после употребления грибов. При отравлении грибами есть общие симптомы. Это боль в животе, жидкий стул, рвота. Эти симптомы характерны для отравления большинства грибами. Ядовитыми, ну и ядовитыми, если они неправильно приготовлены. Что нужно делать, если симптомы эти выявились? Безотлагательно вызывать скорую помощь. Пока скорая помощь едет больному, нужно промыть желудок. Для этого нужно употребить пострадавшему не менее 1,5 литров простой воды и раздражать корень языка ложкой или пальцами, как удобно, чтобы вызвать рвоту. Обеспечить обильное питье больному. Уложить в постель и давать энтеросорбенты. Начиная от активированного угля из расчета 1 таблетка на 10 кг веса и заканчивая современными энтеродез, энтеросорб, полисорб, полифепан. Согласно аннотации их употреблять. И ждать скорую помощь. Не оказание вовремя первой помощи больному. Несвоевременное обращение к врачу с замедлением на 1-2 дня может привести к летальному исходу. Потому что отравление грибами относится к тяжелейшим токсикоинфекциям. И обязательно нужно следить за своими детьми. Потому что в этом году уже был в мае случай отравления 4-летней девочки, которая играла в своем дворе. И отравилась ядовитыми грибами. И, к сожалению, этот случай закончился летальным исходом. Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и съедобными, условно съедобными, если они неправильно приготовлены. Надо рассказать про такое тяжелое заболевание, как бутулизм. Бутулотоксин относится к сильнейшим биологическим ядам. Он устойчив к кислой среде нашего желудка. На него никак не влияют высокие концентрации сахара и соли. Но зато он термолобилен. То есть кипячение в течение 5-10 минут продукта нейтрализует полностью токсин. При консервации консервы должны подвергаться стерилизации длительной. И бомбажные банки должны браковаться. Обязательно в порядке. Даже если продукты на вкус не поменялись. Для профилактики отравления грибами существует ряд общих мер предосторожности. Во-первых, нельзя собирать грибы в городской зоне, возле предприятий, вдоль дорог, вдоль шоссе. Потому что грибы в себя впитывают все яды, как губка. В том числе ядовитые вещества, выделяемые с выхлопными газами. Грибы надо собирать только знакомые. Внимательно их осматривать. Шляпку, ножку, наличие колечек, юбочек. Все это осматривается. Нельзя брать старые грибы, червивые. А как насчет покупки на рынках? Ну, вообще-то не желательно. Надо их также осматривать. И вообще грибы после сбора должны храниться не более 2-3 часов. Необработанные грибы должны храниться в холодильнике. Собирать желательно не в пакет, в корзину. Спасибо большое вам, Елена Николаевна. Спасибо вам за внимание. За то, что пришли, нашли для нас время и обезопасили нас. У нас в гостях был врач-терапевт терапевтического отделения Ахтубинской районной больницы Елена Николаевна Алабина. Идем далее. Селу Покровка исполнилось 120 лет. В местном Доме культуры по этому поводу состоялось торжество. Покровчан приехали поздравить районная власть, депутаты и много других представителей социально-общественной сферы. А также корреспондент телестудии Владислав Лихварь. В прошедшую пятницу, 14 октября, православные отметили большой христианский праздник – Покрова. Естественно, и в селе Покровка, названном в его честь, состоялось торжество. Ведь селу исполнилось 120 лет. Праздник открыли крестным ходом. По этому случаю из города прибыл владыка Антоний со священнослужителями. В центральной площади села с песнопениями, молитвами прошли по улицам Покровки к местному кладбищу, где священники провели обряд поминовения усопших односельчан – родных, близких. Следует отметить, как только начался крестный ход, пошел мелкий дождь и сопровождал верующих на всем протяжении пути – от кладбища к мемориальному комплексу, погибшим в годы Великой Отечественной войны покровчанам. Вот этот дождь, молитвы, как мы с вами прошли, сейчас пусть будет во всем благословение, в укрепление, как святой водой. Копляемся мы так и этим дождем. По случаю праздника в центре села была организована торговля овощной продукцией. Несмотря на усиливавшийся дождь, жители села шли к Дому культуры, рядом с которым готовились горячие блюда, шашлыки. Фойе угощали деликатесами украинской, русской, казахской, марийской, удмурской, чувашской кухни. Зал Дома культуры был полон. Люди стояли в проходах. Открыла праздничную программу глава администрации села. Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с нашим днем села. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов. Поздравить покровчан с юбилейной датой прибыли работники птицефабрики, УОО с управлением сельского хозяйства и администрации района. От сердца к сердцу. Чайный сервис. С сердечным теплым. И благодаря этому поздравлению. Вы их потом прочтете, чтобы не утомлять. Никого сейчас читать не будем. Надеюсь, каждый был прогон. В конек праздника концертная программа артистов местного покровского Дома культуры. Блистали талантом вокальный ансамбль «Сельчаночка», детский хореографический «Барбарики». Юные певицы сорвали бурю аплодисментов. Дети так задорно выступали, что одна из старейших жительниц села Бабашура Ажар-Геляшева вспомнила, какие песни пели ее юности. По долинам и позволят в Швадивизии вперед партизанские отряды, белой армии и охлаждения. Поздравили покровчан с юбилейной датой депутаты районного совета и областной думы. В эти выходные Ахтубинцы стали участниками еще одного торжества. Центр народной культуры подготовил на 89-ю годовщину образования Ахтубинского района праздничный концерт. На сцене Дома офицеров тетрализованные миниатюры сменялись выступлениями лучших творческих коллективов. Зрители аплодировали номерам художественной самодеятельности, а также поздравлениям, звучавшим от всей души. Впечатлялась Елена Печенко. Занавес открылся, и на сцене Дома офицеров предстали уважаемые люди, заслужившие звание почетного гражданина Ахтубинского района. Это они внесли значительный вклад в развитие и процветание нашей малой Родины. В этом году к этой плеяде присоединились отличник народного просвещения Юматова Антонина Михайловна и настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца села Капустин-Яр, протеерей Шопин Виктор Васильевич. От имени администрации муниципального образования Ахтубинский район, от имени главы муниципального образования Ахтубинский район ведущего Виктора Алексеевича и от себя лично поздравить нас с нашим общим замечательным праздником – Днем района. Этот праздник, ставший же традиционным, позволяет нам вновь и вновь обратиться к славной истории Ахтубинской земли, вспомнить добрым словом тех, кто ее прославил своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на болях сражений. Музыкальную часть программы открыл старший хор образцового коллектива «Радуга» районной детской школы искусств имени Миля Балакирева. К дню района силами учреждений культуры была подготовлена новая программа, наполненная историческими зарисовками из жизни жителей Ахтубинского района в разные годы. Организаторам и участникам мероприятия нужно отдать должное. На сцене одна картина гармонично сменяла другую и сливалась в единое действие, радующее глаз и ласкающее слух. Аплодисментами зрители встречали выступления хорового коллектива «Леся песня», казачьего ансамбля «Вольница», народного танцевального коллектива «Касаточка», вокального ансамбля «Сударушка» дома культуры села Батаевка и хореографического ансамбля «Арабески». Ораторы, выступавшие со сцены, желали жителям всех благ, а самому району процветания. Праздничный концерт продолжили Даниил Николенко, исполнивший песни «С чего начинается Родина» и хореографический ансамбль «Семицветики». По-настоящему трогательно вышло выступление маленьких участников – девочек и мальчиков, прочитавших стихи о маминых и папиных профессиях. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ахтубинского района, активную общественно-политическую деятельность, добросовестный труд, плодотворную работу в различных сферах деятельности на благо Ахтубинского района и в честь празднования 89-й годовщины памятным знаком главы муниципального образования Ахтубинский район «Лучше по профессии» были награждены более 20 жителей Ахтубинского района, история которого неразрывно связана с авиацией. 13 мая 1946 года правительственной комиссией принимается решение о создании государственного центрального полигона с целью форсирования работ по созданию ракетной и авиационной техники. «Разрешите от лица командования Государственного государственного центра от личного состава поздравить вас с 89-й годовщиной со мной образования, потому что историю этого района 89 лет творите именно вы своим трудом, своими достижениями. Но без нашей, соответственно, помощи тоже не обоится. Даже сегодня 70 лет исполняет первый испытательный полк, который базировался на Ахтубинской земле и положил начало Ахтубинскому гарнизону. Поэтому армия и Ахтубинский район, они неразделимы и взаимодополняют друг друга. Всех с праздником, сил вам успех и здоровья». Праздничный театрализованный концерт «Благословен труд любой на благо Родины святой», подготовленный Центром народной культуры, завершили выступление Военно-духового оркестра под управлением Вячеслава Чичурова и Сводного хора районной детской школы «Искусств» имени Милия Балакирева. И у меня на этом все новости. Будьте в курсе событий «Городая района» вместе с АТВ-центром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова